Ну, Людмила Дмитриевна, расскажите, как прошла ваша юность? Может, что-нибудь немножко о детстве? Где вы родились? В каком месте? Покажите. Нет, я родилась, конечно, Шейка. Вот там, вот видите, вот там была, вот где кусты, там была такой один рад, деревня. Это 15 домов там было. Вот, а там я родилась, там много было нас таких с моего года. Мы ходили в школу, прибегали сюда, когда можно было подъехать, когда шли пешком, мы ходили новые громыки в школу, пешком ходили. Четыре класса вот здесь у нас было. Мы знаем новые громыки. А, мы знаем просто громыки. Да. Новые громыки. Там стоит этот самый. И там километр указатель, там километр мы еще туда и ходили. Так это сколько километров? Семь. Семь километров? Семь километров мы ходили. Четыре годы мы ходили, тут четыре учились. А потом туда и ходили в школу. Нас много было, по тридцать человек оттуда вышло у нас. И мы ходили туда, это самое, учились. Зимой, когда похолодая, родители нам завозили бульбу. Завозили бульбу туда. Бураки, капусту, сало давали, слине держали. И мы там в понеделях жили, да, снимали квартиру у старушек. Да, снимали квартиру. Я думала, интернат может быть. Не, не, интерната не было. Там одни, одинокие старушки. Так они это... По рублю. По рублю тогда рубль был. По рублю это самое, давали этим старушкам. Если пять человек, пять рублей в месяц, это же на хлеб. Капуны. Ну, горбузы. Да, и вот мы жили по семь человек в доме. На выходные приходили сюда, мама опять нам давала тормозок. По рублю на неделю на хлеб. Сахар там покупали. И так четыре годы мы. А уже когда тепло, мы уже старались сюда сами ходить. Приходили. И уже каждый день мы ходили. Вот такая. Потом, 15 годов, ну, далеко мне у брата Ломьевка. Чтобы дальше учиться. Я, конечно, не хотела учиться. Я хотела работать и зарабатывать, так как мама и папа мизерные копейки получали. Вот, так, хотелось я что-то вкусненько съесть, платьишко, брючки купить. И я уже хотела сама зарабатывать эти копейки. Я в 15 с половиной годов пошла на ткацкую фабрику. Ветку. Ветку. А потом позвонила мне сестричка с Евпатории. С Евпатории гарнизон строился военный. Ну, конечно, так молодая, загорелась, а там военные. Я еду, я сразу к Новому году и поехала. Поехала, работала в торговле. Отучилась в городе Исааки 8 месяцев. Жила в сестры. На практику меня послали в деревню. Ну, конечно, в деревне тяжелой. Деревня большая, грузчиков нема, в торговле. Привозили машины, товаров много. И мы сами разгружали. Вот мешок с мукой 70 килограмм. Мне в 18 годов я этот мешок тащила на саду. Вот это я почку надорвала. Я потом работала в торговле. Сколько я там проработала? Года, наверное, три. Вот там мужа. Соби тоже белорус, Минска нашла. Тяжелая работа, да, вот поэтому я и почку надорвала. Пришлось удалить ее. Там? Да, в Евпатории. Удаляли почку. И в каком возрасте? А уже было 27 годов. Ужас. Это ж молодая девушка еще, девчонка. Удалили. А потом проверили. Врачи болеют. Болеют постоянно по больницам. Они говорят, у вас вторая почка сильно опущена. Вам надо ее подшивать. Я, Туль, жизнь не сложилась с мужем. Я, Туль, уехала. Уехала оттуда. Приехала сюда к маме. Мама мне сказала оставайся. В Гомеле меня опять оперировали. Подшили почку. Дали третью группу. 33 годы я уже на группе. Вот так. Так и на пенсию. Сколько? 17 годов только у меня рабочего стажа. Поэтому пенсии у меня 90 долларов. Ну, как у Коли, да? Коли 85. Угу. У меня 90. Маленькая пенсия, конечно. Тут работать тяжелая была работа. Еще вот у деревни Ляда ферма была в то время, как я приехала. Куда я пойду с вилками. Эту скотину доглядать. Там быки были, коровы. Ну, мне тяжело нельзя было, конечно, поднимать. Я не... С одной почкой. И вот уже, это самое, 33 года я на группе. Так, встроились, как говорится, подсоветовали. Может, встроились, как раз открыли вот эту соцзащиту организации. Доглядать стариков. Угу. И я устроилась. И вот до сих пор... С 92-го года, наверное. С 94-го. С 94-го, да? Так, сразу оформилась опекуном. Угу. У нас очень много было за 80 годов старушек здесь. Угу. Одиноких, да? Да. Но так как опекуном, два за один годы шел. А-а-а-а. И мне посоветовали устроиться, больше набрать людей, да? Людей, да. 10 человек, это полторы ставки. Угу. А, ясно. И вот уже 15 годов мы работаем соцработниками. Муж помогает. Так мы работаем. Но вы здесь встретили же нового мужа? Я. Я встретила нового мужа, как вам сказать. Он приезжал в магазин. У нас здесь магазин был. Угу. Там на краю был магазин. И он с другом, и не знаю, как он приехал сюда, приезжали или в лес. Угу. Семь и там. 12 километров Колбовка. Ага. А, то есть местные? Да, и он местный, отюлика. Мама, я вот тоже 35 годов проработала в торговле. Вот, мы и родителей доглядали. Они на соцобеспечении у меня были и отец. Его родители, да? Да, так как мы не расписанные, можно было брать. Если бы я расписана с мужем была, то родителей нельзя, родственников. А так как мы зимы, мы 25 годов прожили зимы, как говорится, не расписанные. Угу. В гражданском браке. В гражданском браке прожили зимы. Угу. А вот расписались недавно. Недавно, да. У-у-у. Расписались недавно. И зимы. В этом году 30 годов, как мы зимы живем. Угу. 30 лет. 30 годов. Прошли через все. Все побачили, как говорится, и горы, и добро. Усё. Сейчас нормально. Да? Жизнь нормальная. 17 годов муж не выпивая вообще спиртного, не выпивая. Ну, живем нормально. Вот, бачите. Ну, мы видели, он веселый такой. Он, да, хороший. Он общительный. С шутками, да. Да. Молодец он. Угу. Хорошо. Вот, скажите что-нибудь о вашей деревне. Сколько тут людей живет? Что наша деревня? Началась радиация, которые были трудоспособные, выехали, чтобы работать, им предоставили жилье. Эти дома поздавали, взамен им дали другие. Вот. Платили. Заплатили. Заплатили за дома. Ну, кто квартиры пополучал. А вот нас тут осталось 11 семей, которые мы старожилы и прописанные. Вот это осталось, вот эти домики, вот три раз, два, три. Да. Да. Как-то за три годы эти бабушки ушли, быстро они ушли. Угу. Ну, всю жизнь проработали в совхозах. Работа тоже тяжелая была. И они как-то быстро. И дети оставили эти дома задачи. Они дети живут у Гомли. Угу. Угу. У Гомли, да? Да. У Гомли живут. Ну, как говорится, со старожилов. Вот там на краю хатка. Они у ветки переехали. Тоже под 80 годов. Мужчина и женщина. Ну, приезжают и огороды тоже сеют. Угу. Вот это вся наша деревня. Три-четыре. Здесь? Здесь 45 лет женщина живет. Тоже нигде не работая. Летом зарабатывая. Угу. Сожитель нее он на Урале. Вася. Приезжая? Ездя летом всегда на подзаработки. Угу. На Урал. Привозя копеечку и уже на зиму у них денежка есть. Ясно. Ясно. А летом. А летом вот это у нас грибы. Ну на Урале он наверно хорошие деньги зарабатывает. Не сильно хорошие, но на зиму на двоих хватает. Ясно. Он не пьющий парень, 35 годов, да. Тоже неплохо, да? 45, вот, живут вот так. Хорошо. Сейчас, значит, он заработает, да? Да, приедет вот через две недели. Уже? Да, уже 6 месяцев. Сезон у него такой. Сезон, да. Их забирают. Начало ездить с Урала, тем более сейчас такая дорога, пропустить, не пропустить. Конечно, ездить вот сюда все. А где, это там, Россия? Да. Во, Россия. Идемте сюда, я вам покажу, где Россия. Моя родина, Россия. Коля, Коля живи. Вон там. О, вон оно, видишь? Где лес этот, да? Да, вот это Коля живи. А Россия вот за кустами 5 километров. Вот за этими кустами от Коля 2 километра. Ну, это не кусты, это деревья, наверное, да? Деревья, да. Да, тут только шпаля были. Да, да, да. Тут еще поля были и болоты. Да, да. Где Россия, где Коля Ливз. Ну, это все было полно. Это все не зарастало. Все было. И не было. Это все были дома. Еще в том году стояли домовые разваленные. И приказал наш, как говорится, мэр позакапывать. Ну, что это за руины тут? Да, конечно. Стояли, стояли дома еще. Вот там два дома стояло. Вот тут так стояли дома. И все сравняли. Тракторы пригнали. И все сравняли, чтобы уже чистое поле было. А мы уже с мужем смотрим за порядком, чтобы тут такая мусора не было. Деревья вот после Нового года, после этого самого зимы, мы подбеливаем деревья. Где бачим, заставляем, кто тут подкашивает, листья потом подшкрабают. И где мусор, мы уже стараемся сами убирать, чтобы деревня, похоже, была, что еще живая. Да, да, да. Вот такие это дела. Дачники наши приезжают, огородики сеют. Так как у нас конь свой, мы уже им даем, они засеивают. Градки все, все, все сами тут берут. Градки все, все сами тут берут. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok